Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Евангелие от Матфея, глава 8, стихи 21-22. Кто такие мертвые, о которых говорит Христос? По словам святых отцов, однокоренные слова «мертвые» и «мертвецы» употребляются здесь в двух разных значениях. В первом случае «мертвые» обозначают тех, кто умер духовной смертью. Во втором, вероятно, подразумеваются «мертвые» в собственном смысле, то есть телесно умершие, которые уже не нуждаются в нашем попечении. Христос придает своему высказыванию форму пословицы, в которой слово «мертвый» имеет двоякий смысл. «Предоставь духовно мертвым погребать физически мертвых». Блаженный Иероним Стридонский и святитель Иоанн Златоуст осмысляют слова Спасителя иначе, понимая под мертвыми людей непросвещенных светом истинной веры. Но кроме упомянутого содержания, высказывание Христа имело и иное. Божественный Учитель словно говорит ученику «Предоставь тем, которые порабощены земной суетой, хоронить мертвецов своих. А ты иди за мною, потому что жизнь, смысл которой сосредоточен лишь вокруг самого земного существования, неминуемо заканчивается смертью». В подобном ключе объясняют данный стих писания блаженный феофилакт Болгарский и Ефимий Зигабен, которые говорят «После того, как кто-либо предал себя Богу, он не должен возвращаться снова к житейскому». По мнению же святителя Луки Крымского, следует понимать слова Христа, обращенные к сыну умершего отца, как призыв оставить заботы о смерти и всецело устремиться к радости вечной жизни. Между современной цивилизацией и библейской лежит огромная культурная пропасть, а каждый человек воспринимает реальность сквозь призму личного культурного опыта. В еврейской и греческой действительности похоронить своего отца было священной обязанностью сына, и требование Христа, которое означало, что сын должен пренебречь ради него своим святым долгом, вероятно, показалось бы кощунственным. В иудаистской традиции почитание родителей было главнейшей заповедью, а следование за Иисусом ценой отказа от погребения отца могло быть воспринято как оскорбление памяти отца. Следует также обратить внимание на выражение «прежде похоронить отца». Совсем не обязательно, что отец ученика к тому моменту уже умер, возможно, он был стар или тяжело болен, и сыновьем долгом было досмотреть отца и участвовать в его погребении. Похоронный обряд в иудаизме подразумевает, что хоронить мертвых необходимо в самый день смерти. Второзаконие, глава 21, стих 23. Освященную обязанностью для детей является находиться при похоронах своих родителей от момента смерти до закрывания могилы. Согласно другой иудаистской традиции, умершего необходимо было повторно перезахоронить через год. Речь идет о вторичном погребении. Раввинистическая литература говорит о том, что когда плоть истлевала и оставались только кости, старший сын был обязан перезахоронить останки в специальном ящике – ассуарии, который помещался в нишу в стене гробницы. Таким образом, ученик Христа мог просить себе и годовую отсрочку, вместо того, чтобы тотчас последовать за Божественным Учителем. Христос призывает сына умершего отца не уклоняться от служения проповеди Царства Божия. При этом он не отрицает любовь к родителям, предоставляя погребение отца другим лицам. Спаситель лишь подчеркивает значимость духовной жизни перед мирской суетой, наставляя в том, что желающий послужить Богу не должен считать никакое обстоятельство достойной причиной своей занятости. Какой же смысл предостережения о человеческой мертвости в устах Спасителя имеет для нас? Все мы должны предпочитать спасение души, всякой телесной связи и склонности. Ведь только единое важно – следование за Христом в Отцарстве Небесное. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова